Зарплаты бюджетников в центре внимания президента. Александр Лукашенко провел совещание с ответственными чиновниками. Недавно глава государства принял решение увеличить размер денежного довольствия этой категории работников. Цифры в расчетниках выросли, несмотря на определенные финансовые сложности. Например, врачам оставили так называемые ковидные надбавки, не забирая их из зарплат медиков. В стране действует законодательная практика. Рост заработной платы бюджетников увязан с показателями в реальном секторе экономики. В этом же году несколько раз повышали пенсии, их рост опережает инфляцию. Как известно совсем недавно, вновь было принято решение о повышении заработной платы в бюджетных организациях. Ну, к примеру, как часто говорим врачи, учителя, госслужащие, военнослужащие, все те, кто имеет отношение к бюджету. Несмотря на определенные проблемы, мы изыскали возможности для того, чтобы поддержать этих людей. Во времена так называемой пандемии мы врачам доплачивали серьезное ковидное, выплачивали. Жизнь и жизнь так сложилось, что забирать их у врачей как-то после этой пандемии было неприлично. Ну, естественно, посмотрели и учителя, преподаватели, тоже же люди не чужие, тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки. Сегодняшняя тема – денежное довольствие военнослужащих, спецподразделений, спецслужб, в частности, Комитета госбезопасности. И вот обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась, определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие. И поднимая заработную плату одной категории, мы не должны разрушить это равновесие и не нарушить баланс. Я думаю, что мы придем к определенному мнению, и в связи с этим будут приняты соответствующие решения. Чтобы с 1 января вся тематика, связанная с повышением заработной платы учителям, врачам, бюджетникам, другим военным начала работать. При этом, обращая внимание, мы должны исходить из возможностей экономики. На сегодняшнем совещании президент акцентировал внимание, нужно сохранить сложившуюся систему и баланс. Рост зарплат необходимо проводить гармонично для всех категорий белорусов. Равновесие не должно быть нарушено. Учтены здесь интересы представителей силового блока и военных, в том числе по строительству жилья. Ведь, как подчеркнул главнокомандующий, призвание военных защищает свои семьи и страну в целом. И военные, и спецслужбы, и МВД, и КГБ должны безотказно действовать. Безотказно. Особенно с учетом того, что мы ведь приняли решение и по строительству жилья военнослужащим и людям в погонах. Мы эту проблему решим. Это плохо, что мы в таком состоянии держали наших людей. Военный человек, я так по-мужски часто говорю, который в случае, не дай бог, войны или еще что, идет на смерть, он должен знать, что наши семьи будут защищены и у детей будет угол для жизни. Несмотря на все сложности, в том числе из-за санкционного давления бюджет этого года в целом исполняется. Проблемы преодолимы, подчеркнул министр финансов. Доказательство стабильного исполнения казны – вовремя выплачиваемая зарплата бюджетникам, пенсии и решения по их повышению. Социальная направленность, конечно, сохраняется. Как я уже тоже говорил, мы идем по двум направлениям. Первое – это рост оклада, а второе – это увеличение надбавок отраслевых, которые учитывают вклад каждого конкретного специалиста в его работе. Если в текущем году объем таких надбавок, он оценивался где-то в 600 миллионов, то на следующий год уже будет больше 900. Вы знаете, есть план действий правительства до 2025 года, и там уровень оплаты труда, который должны достичь в той или иной сфере, в процентах от заработной платы в экономике, он соответствующим образом там зафиксировано, и вот мы таким образом туда идем. Во время общения с журналистами глава Минфина отметил, что повышение зарплат не отразится на финансирование госпрограмм. Александр Лукашенко в ближайшие дни проведет с рабочим визитом в России. Ожидается, что завтра по приглашению Владимира Путина наш президент посетит Центр подготовки космонавтов. В настоящее время там проходят отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси. Александр Лукашенко ознакомится с работой Центра системы отбора и подготовки космонавтов. Речь пойдет и о дальнейших перспективах белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. А в начале следующей недели президент встретится с партнерами по СНГ. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств участников Содружества, которая состоится 26-27 декабря. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для объединения сферах.